Анатолий говорит, я который раз прихожу и что-то все про МПД, нам-то все это давно известно, я пришел на занятия с ночной смены. Ну сейчас, подожди, ты что, для чего говоришь-то это? С ночной смены? Да он этот еще до конца знает-то. Нет, он, ты знаешь, он говорит, мне хочется послушать по Слову Божьему. Я уже слышал, тебе конкретно применить, как в жизни говорят-то, что вы умничаете? Господь пришел Слово говорить, а он начал говорить о том, что говорит, сели Моисеева седалища. Зачем он говорит-то это, когда пришел умереть? А он об этом вообще не говорит. Главная миссия Христа была умереть за них людей. Нет, он говорит, чтобы вот туда к ним пошли и им все это надо бы рассказывать. Ну все высказывать, там никого они слушать не будут. У вас-то там болото. Болото, скажи, тысячу лет все провоняло. У них тоже уже занятия идут по Евангелии, а ему здесь больше нравится. Зачем говорить, что занятия нравятся? Мы все проходим. Взято один стих, он объяснен. Такое же засилие монашество. Та же командует над всем этим. Никакой свободы-то нет. Ну, идусь, я заучу Евангелия. Давай, изучай день и ночь. Но если в жизни-то не применяешь, какой тебе прок-то от этого? Речь-то идет именно об этом. Как это в жизни применить-то? Ты же видишь, что делается-то? Какая злоба. Мы там были, знаем, что еще у вас делается. Ой-ой-ой. Одно слово не сказать нельзя. На одной лжи все построено. Нина приехала, Володя, говорили, вот приедем в Барнаул, тут тогда батюшка разрешит. Не разрешит. Пошли к Николе спрашивать официально, чтобы можно было ходить в церковь. Нельзя. Какое понятие? О спасении-то. Два перса, главное, покажи, все, больше ничего не надо. Ты, Ритик, переходи к нам. Сарабрятцем ли об этом говорить-то? Отца Глеба спросили, вы говорите, там, ну, щекисты были, попы. А почему тут сарабрятцев нет и у баптистов? Он говорит, там еще есть, да и больше нашего. Он документами этим занимался. И митрополит там, который был о Липе, все они сотрудники КГБ. И знает их клички. Ему-то есть о чем говорить, но он слова не веркнет. Володя Юсина попытался, что ему сделали там, долговый, другой, Федя-то? Все, заглох. На Игнатия от Игальца решили. А слушай, а что это? Что с отцом отец этим? С ихтихием, с Владыкой, да. Не знаю я, что он нам не сообщает. Но вот он выступил в защиту отца Андрея Кураева. Ну, как выступил-то, сказал, что я одобряю его и за него вынимаю частицу. Больше он ничего не сказал, потому что вот этот разврат в церкви был тогда, он сам свидетель. Ну, и его там вроде вызвали в Москву, это уже от батюшки узнал. А потом он говорит, видишь, меня стали хвалить все, и я не хочу похвалы это, и поэтому стер все. А что он стер-то? Все знают, как стер-то, когда все осталось. Он стер, а мы говорим об этом. Молодец. Ну, вот. А что ему там выговорили, что ли? Еще раз говорю, батюшки нету. У меня связи с ним нету. Понятно. Он поехал. Ему, что он поехал в Москву, сказал отец Михаил, его родной брат Курочкин. А что было, как вернулся, дай, что батюшка нам не говорил. А, ну что, что. Ну, вот я про это вещь хотела узнать. Ну, теперь это узнала. Ага, ну я здесь все-все просмотрела, и про Кураева, и про песни эти, что Белев защитовал. И все, и про него самого. Слушай, а ты вот это Стягингово не смотрел, который рассказывает миллионер, который в деревню уехал, и многие комбитируют, чтобы ехали в деревню из городов. Ну, правильно, дальше-то еще идет. Он не касается ни веры в Бога, ни политических убеждений, ничего нету. Лишь бы ехали, работали, и в тысячи сто отключили. Он дурит. Сам миллион это награбил и сидит. А, это, он говорит, у меня миллионов нет, он в полное разорвение пришел. Ну, это я не знаю, сейчас как было. Ну, всем известно, он не скрывал. Да, он не скрывал это. Он мне нравится. Я о нем не могу ничего сказать, кроме того, что мы молимся о нем. Мы каждый день его упоминаем молитвах. Он, говорит, он что, к старобрядцам ушел или как? Он говорит, ты бы эту эту оставил. Он не старобрядцев, не новобрядцев, никого не признает, только он один. А, так вот ты про него тогда и говорил, что он как одинокий, да? Сам себе он. Куда он зовет-то, когда общины никакой нету, и она и быть там не может быть? Умничает, сидит один. Умничает, ага, я тоже так поняла. Я говорю, что-то слишком не то. Ум за разум уже зашел. Ну, как страшно-то? Был миллиардер, грабили государство, вовремя успел подсуетиться. Вовремя ушел, не пристрелили. Отошел продажей. За разводит овечек там, что у него есть-то. Ребятишки там с ним ходят. Ну и все на этом. У него о благовестии, о жизни во Христе об этом речи нет. Нет, он только ведет вот эту политику, что он онкология добой. Нам зачем говорить о нем-то? Просто не надо время тратить. Ну, раз ты видел, знаешь, я думаю, что ты про всех уже все знаешь. Я ознакомилась с ним. Он приехал тут, ему стали говорить что-то, а он против меня, хотя ни разу не встречался. А я его не видал. Я за него просто молюсь и все. Чтобы Господь помиловал его. Он легко судит. Раз и посудил. А сам никогда в глаза не видал и не знает. Ничего этого не делает. Он один. Он не может в лимитритет преподавать Слово Божие. Он не поедет с миссией. Ему это зачем? У него вера такая. Он уперся на этом и не с места. Экология, экология. Тысячу лет не проживешь все равно. Ага, ну, точно. У меня пришла сегодня Анастя Дробот, Голубку посмотреть. Я думал, у нее вырезать надо. Это сустав, это старческая, видать. Но она не сказала определенно. Поэтому, ну, просто живем рядом, да и все. Это старческая. Ага. Друг друга нашли. Мне сегодня тоже неплохо стало. Что-то мне выделили. Игорь, 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 Игорь. Он говорит, я обходу сейчас, Юля, она тебя всегда живет. Толя, ты ушел у тебя? Ага. Он принес у меня воды. Вода замерзла в колонках. Ну, он там дальше, мы знаем. Новость сообщила. И дальше замерзла. А где он взял? Он не взял, он не принес. Он говорит, хорошо, что у тебя есть еще вода. Да это скажи на один день-то, при твоем расходе-то. Ну, я стирать не буду ничего. Да, обязательно постирай, когда 40 градусов, туда-сюда бегай. Ну, я думаю, нет, я что хотела сказать. Ну, мне плохо сильно стало, вышло. А Игорь говорит, ты к Юле обратись, говорит, она тебе подскажет, там, что там, недостаток, что-то такое. Ну, а это, Юля говорит, да что, старческая-то уже у нее. И все, вылечила, пятерку ставь. Пришла она, Настя, у нее с собой инструменты, все. Он, Вася, я понимаю, мне операции голуби сделал, он летает и живой. Это, говорит, у нее станческая, мне так смешно стало. Я говорю, я с ног валюсь, не знаю, что такое. У меня, говорю, повышенное давление сильно и слабость. Лишний вес сбросить в себя. Так я и так уже сбросила, на 3 килограмма, но куда еще, я не знаю. Какой у тебя рост, скажи, рост? У меня метр шестьдесят четыре было, а сейчас... Так, а сейчас метр шестьдесят сколько? Шестьдесят. Да метр шестьдесят два на мне сейчас. Ну, ладно, метр шестьдесят два, сколько весу? Ну, весу шестьдесят сейчас. Шестьдесят с чем? Нет, шестьдесят три было, а сейчас шестьдесят. Ну, не знаю, шестьдесят, шестьдесят. Ты, суть, взвесилась бы. Ну, пойду, взвешиваю, схожу скоро. Еще раз. Лишний вес он не нужен. Да, конечно, не нужен. Я сама это чувствую, знаю. У тебя должно быть не больше 57. Да, да. У меня раньше так и было. А что ты так разлопалась? Откуда я знаю? Старческая. Старческая. У пенсионеров только одно. У них треугольник. Телелизор, холодильник, туалет. Где-то он. Да, это... Точно. Прости меня, Господи. Я Досю прослушала тоже здесь. Она еще вопросы задавала. Но ничего, хорошо. А у нас ребята сегодня пошли к эговистам. Да ты что? Ты маленько отшатись, тебя лучше будет видно. Как к эговистам? Ну как, пошли сейчас, Володя говорит. Я им дал инструкцию. Говорю, вот так и так делайте. Ага. Ты не наплывай. Ты маленько видишь, как я стою подальше. Отступись на полметра. Да, у меня. Микрофон возьми к себе рядом. Так, мне звонят. Подожди маленько, сейчас я переговорю. Говори. К вам пришли? Да они просто узнали как-то, что вы идете. Это и все разбежались. Ой, ну надо же. Прямо вокруг их молитвенного дома у эговистов были? Ну понятно. Ну им бы не устоять перед вами. Это вы же православные. Что? Вы должны доказать, что истинное... Ты зачем-то балуешься? Что вы истинные свидетели Иеговы. Православные свидетели Иеговы. Вот так нужно говорить. А, у адвентистов пошли от эговистов. Ну с адвентистами-то можно говорить. Это христиане? А те-то еретики просто, как сатанисты какие. Ну ладно там. Хорошо, хорошо. Ну с Богом, да? Благодарю. Понятно. А я уже стал молиться за вас на страже. Говорю, Господи, помоги одолеть еретиков-то. Чтоб вера православная воссияла над миром. Я уже молюсь, хожу, а вы уже ушли. Я пошел голубей покормил. Ну все, спаси Христос, живые братья остались. Они боятся вас, все еретики. Настоящие православные. Вот так. И сразу, главное, по телефону сообщи, или какие у них дела. Вот я понимаю, братья. Ну, пошли-ка адвентисты. С ними, правда, разговаривать хоть можно. А с эговистами вообще не... Один эговист меня поймал как-то на остановке. Я стою, он подошел, бабушка. Вот так и так. И начал мне говорить. А я говорю, ну-ка, подождите. Ты отстой на ней маленько подальше. Это еще раз говорю. Не наплывай на экран. А у меня экран. То есть у меня же здесь этот экран. Ну, ты как-то сделай так, чтобы чуть-чуть подальше. Это прям не видать тебя. И вот он мне говорит, говорит там про свое. Я говорю, подождите, а это место прочитайте. Я еще указала, место два-три указала. Он говорит, он закрыл Библию, и ты пошел. А, так вы кто? Я говорю, православная. А, ну, православная, все, закрыл книгу и убежал. Я говорю, так подождите, я еще одно место вам скажу. Никаких. Открыл Библию. Она вся исчеркана у него. Да, они Библию-то не признают. Свою книжку написали, говорят, это новый всемирный перевод. Ну, надо же так. А эговисты пришли, мы тогда приходили в новую жизнь-то там. Где моя учительница-то? Я там была. А они... Пляшут они, пляшут. Что? Что? Пляшут они, пляшут. Уже пляшут? Уже пляшут. Ну, да, они пляшут, там прыгают. Ну, тогда ходили-то одна, пришли к ней, она в трусах прыгает там. А? Дома-то. Ну, ты же сама меня водила. Ну, конечно. Ну, вот, слушай, они это... А эговисты подошли к нам, пойдемте к нам на занятия. У нас сейчас занятия по Библии. Ну. Ну, и пришли, я говорю, а вы какого направления? Ну, они сказали, свидетель Еговы. А у них там где-то собралось. Нет, ты неправильно спрашиваешь. Если спросила направление, скажи, мне не надо свидетель Еговы. Куда вы идете, чем закончится ваш путь-то? А? И ты-то подвела бы, что вы в аду будете все окаянные. А, вот видишь как. Коль, ты вопрос задала правильно, отвечают они по вопросу. У вас, скажи, нет священства, нет таинства, вы еретики окаянные. Ну, я некоторым так говорила. А я говорила, знаешь, уже этому вышел пресс-фитер. Ну, кто у них самый главный там? Я с ним разговаривать начала. И все места священного писания привожу, как должно. О рукоположении и все. Он говорит, а я в православии был. Говорит, там ничего хорошего нет. И я, говорит, пришел сюда. А здесь вот изучение Библии. Все по слову Божьему. А там ничего. На славянском языке ничего не поймешь. Я говорю, так что зачем вам было уходить? Надо было самообразованием заниматься. И вы бы поняли, поняли все учение-то православное. А здесь что? Это же ересь. И страшная ересь, говорю. Вы идете в погибель. Ну, ваша церковь, наша церковь. Я говорю, никакая она не церковь. Откуда она церковь-то, если даже рукоположенного священства нет, таинств нет. Церковь какую-то вы называете, секта. Еретики. Ну, знаете что? И начал так, и пошел тоже. Они не хотят разговаривать, когда начинаешь по Евангелиям говорить, и по Библии места приводиться, еще не церковь. Один говорит, а я вот давно уже, Игнатия, знаю, и я не хочу это, там, икон, и все это идолопоклонство. Я говорю, подождите, остановитесь. Какое идолопоклонство? В чем оно заключается? Ну, и началась на эту тему-то говорить. А он тоже, не-не-не-не-не-не, это не то, не то. Вы неправильно все. Это идолопоклонники, точно. Ну, и даже не дал договорить. Я говорю, ну, вы посмотрите по Библии, как должно. Кто такой идол, что такое идол, и что такое... Но церковь не священного. Так же написано. А вы, говорю, все в одну кучу брали. А в псалтыре написано, явно об идолах написано. Там не написано никакие иконы. Ну, он даже слушать не хочет. Они вообще не хотят, что когда начинаешь так приводить места священного писания, они отворачиваются, бегут скорее. Потому что у них истина, мы спасены. А вы нет. Вы идолопоклонники. А у баптистов икон нету. Почему туда не пошли? Да. А сейчас баптисты... Ты знаешь, я к баптистам приходил, у них сейчас стены нарисованы, картины. У них картин много. Об Иисусе Христе. А, вот я об этом и сказала. Говорю, а почему интересно? Ну, хорошо, вы к православным не хотите. А к баптистам в чем дело? У них же нет поклонения. У них так же сидят, как и у вас. Слово Божие так же читают с кафедры. Корд такой же. Все так же. А чем объяснить, что у вас столько расколов есть, а вы не идете с баптистами, ну, соединились бы. А у них тоже неправильно. Они во многом не правы. Я говорю, о как? Так вы что, считаете, что вы одни святые? Да. У нас все правильно. Мы по Слову Божьему. А у них отклонения. Это маленько неправильно. Был такой писатель Алексей Толстой. И он говорил, вся Иссина находится в ЦК ВКПБ. Вот это здорово. Ну, старобрядцев, скажи, старобрядцы только у нас. Ты еретик, переходи к нам. Все, пропасть кончилась. Да, да, да. Но сейчас там Слово Божье разбираются, читают. Все, говорит. Но как читают, как разбирают? Еще ты не знаешь, как они разбирают? Да, я была тогда. Даже мне давали слово. Несколько раз давали мне слово говорить. Какие. А потом не стали. И вообще допускать уже не стали. Ну, как же так. Ты же со Словом Божьим пришла, в окно стучишься, а тебе не открыли. Нет, нет. О, да, 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 да. И главное, не открыл-то, митрополит. Ой-ой-ой. Ох, было тогда вообще тяжело. А этот, говорит, Семен-то мне говорит, ну ты приезжай в Москву. Ну приехала в Москву. Сходила. И опять же с ним. Я подошла. А он что? Я благословить его, Владыка Стэн. Иди отсюда, эритичка. Благословлять. Никакого благословения тебе. Благословения тебе. Ну и все. Ну и все. Ну и все. А, он сначала со мной побеседовал, а потом задает вопрос, а как вы считаете, вот у них таинства эти совершаются, как у нас. У них же вот один раз только так, и все, вот на ней. Три раза же иметь царь смысл. Я говорю, ну я считаю таинства, у них истины, потому что рукоположенное священство. Да где там рукоположенное? Что вы говорите? Ересь какая? Иди отсюда. Она будет заступаться еще за Никоньяна этих. За патриарха еще Кирилла заступается. Ага. Прогнали меня и иди. Вот эта стучала с ним в окно зимой, ночью, и они тебе не открыли окна, хотя назначили свидание. Да, да. А сосед, главная, вышел, видимо, они ему сказали, что кто-то, видимо, я так поняла, сказал, вы долго будете беспокоить еще. Я говорю, я же не к вам стучусь. Я говорю, я стучу, мне нужно здесь вот я. А он, ну у нас тоже слышалось, это стука вашего. Идите отсюда. Идите отсюда. Значит, не бедно стучала. Ага. Если соседа подняла с подселью. А я поняла, что это, наверное, они кто-нибудь там сказал, забежал к ним. Да как же они сначала тебе встречу назначили, а потом не приняли. Приняли. А вот что они сказали, из-за калитки там какой-то вышел, значит, прислужник, наверное, из-за калитки говорит мне, Владыка Святая сказал, чтобы в Москву приехали побеседовать с ним. Я говорю, ого. Я говорю, а где у меня деньги, чтобы такую дали ехать? Здесь же рядом, почему здесь не побеседовать? Ну, так он сказал. Все, простите. Все, простите. И побежал. Простите Христа ради. Простите Христа ради. Простите Христа ради. Я приехал, у меня теща умерла. На Сибирске была. Ну, она старая обрядка Белокринецкого согласия. Ну, я зашел в храм, а уже у них, я не знаю, что-то там, молебен какой-то шел. И вот подходит там мне какая-то степанида, видать, шабарщит платьем-то. А вы кто будете? Я говорю, не разговаривай. Она зашабарщала опять туда в алтарь. Видать, из алтаря меня уже вычислили. У меня теща в гробу лежит. Я приехал проститься. Это мать моя вторая. Никаких подошла. Вы не игнать и будете? Батюшка сказал, что вы сейчас же вышли из храма. Я говорю, тихо, не разговаривай. Она как на меня фыркнула. Не слушается. И опять покатила туда. А что дальше делать-то? Ну, я за тещу усыплюсь, я не отсыплюсь. Она меня очень любила. Мне проститься с любимой моей второй матери даже не даются. Новосибирские старые обрядцы. Кого учат? Еще они не знают. Там злоба через край переливается. Они голубей никогда не держат. У злых людей, говорит, голуби не водятся. Вот у меня козырь такой. Ой-ой-ой. И главное, Агриппина Евсеевна моя была теща. Да ты ее знаешь, наверное. Это моя любимая мамочка. Это моя любимая мамочка. Да. И не дают проститься, гонят меня оттуда. А почему? Ты не каньянин, ты и рейтик. Слушай, а как вот... У меня до сих пор это воспоминание сердца прям мучает. Да не надо сейчас об этом. Ты вот что. Когда мы собирались у Усиновых... Ну, не надо, умерла и умерла. Она царство небесное. Мы у Володи Усинова как-то были, а там собрались Андрей Долгов, другие старые обрядцы. Ну, они там кищатся. Я говорю, знаете, ребята, я вам сейчас докажу в течение одного часа, что вы не старые обрядцы. Ну, что угодно докажешь, но это тебе не доказать. Я говорю, я докажу вам. Я стал говорить, полчаса не прошло. Андрей говорит, я первый сознаюсь, я не старые обрядцы. Они по одному все. Я говорю, вы даже не знаете причину раскола. Вы что думаете, из-за пальцев, что ли? Да это 108 место было. А что главное? Главное демократизм, правление, управление. С чем они не сошлись? Не правы оба были. Вот сейчас фильм Николая Достоля «Раскол» показывает. Они один другого стоили. Евангелие вообще никакой роли не играет. Псалтырь наизусть знает. Ну, и сражаются. Аса с Ваасой. Всю жизнь сражались два царя. Так и здесь. Никон только жезлом в оковы. А этот что? Дай мне, Власий Алексеевич, я их всех попластаю, перепластаю Никоньян. Ника, а вакууме-то говорили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Витя Петрович Кондратьев. Ну и что, и сожгли его, и все. И сожгли его, и все. Ну, сожгли его, а что же он? Он оттуда руководил гробницу царя залить дегтем там. Поджечь. Поджечь. Ужас какой-то. Ужас какой-то. Они не знали Бога совершенно, как должно. Евангельскую веру во сне не видали-то. Нет, и не реформа была, не нужна ничего. А вот злобой друг друга понужали. Ну и что же будет-то, а? Что же будет-то, а? А нам-то не надо подражать этому. Надо любить друг друга, любить старообрядцев, подсказать, что не так. У них много хорошего. Я тоже так думаю. Я тоже так думаю. У меня вот какая дружба-то была с Александром Ивановичем Ассиновым. Ко мне приезжал. У него был. Вообще. Завтра Ольга уезжает, улетает в Магадан. Помолись о ней. Ольга. Помолись о ней. А зачем? Ну, в командировку говорит. Я говорю, ну такая погода. 50 градусов мороза там на севере везде. Она говорит, ну у меня работа, командировка. Сережа тоже. Ну ладно, ладно, по делу. Ольга тут не играет никакой. Ну она как врач. А Сереженька уехал, тоже звонит. Был в Канске, дальше едет куда-то. А в Красноярске я слушала погоду. Тоже 50-57 градусов. Да вранье. В Красноярске 57. Ой, это в Якутске 57. Нет, я перепутала. 40, да, до 50 в Красноярске. Говорит, чтобы дальнобойщики не выезжали никуда. Потому что затор на дорогах, снег, все округом. Вон твой, Сережа, горел уже. Не горел. Когда обогреватель был, вспыхал, ноги, руки обгорели. Я говорю, ты зимой не ездишь, а он опять уехал. Один, один ездит. Один ездит. И одному вообще нельзя ездить. Такую даль. Как деньги? Я не говорю, Сережа, зачем? Ну я должен как-то зарабатывать деньги. Ты знаешь, здесь невозможно работать. Сейчас все понакупили машины, все работают. И нет места. Нет места. Я говорю, ну поэкономнее живите, как-то меньше тратьте. Что там, достаточно может быть на ту получку, что Надя работает, получает там 5 тысяч. А Аленка говорит мне, я говорю, я на 5 тысяч живу. Она, ну ты же одна, а у них семья. Я говорю, ну семья, я знаю, не умеют экономить-то. Нам поучить, я говорю, у Игнатия экономить. Ну Игнатия экономить. Ну Игнатий, ну чё, уже старик, да кучу ему. Ему куда тратить-то? А у нас, чё работает? Старик, ну скажи, я по-другому никогда не жил. Да, а я и говорю, я саму с молодости так, никуда не тратил денег. Если я газету «Комсомольскую правду» выписывал, она 2 копейки стоила. Они взяли 3 копейки, я отказался. Три остановки трамвайные, в церковь пешком всегда ходили. Да. Ну, мне же было меньше лета. Да, конечно. Ну ладно. Ну ладно. У каждого своё направление. Так, ещё какие вопросы-то есть? А я вот, что, я до сих пор не поняла. Задали вопрос, а я ответить на него не могу. Мы носим в себе мёртвость Иисуса Христа. Мёртвость. Но я прочитала толкование и так не могла понять, как ответить-то мёртвость. Вот там только я поняла, что апостол Павел, который говорит, он носит язвы на теле своём Иисуса Христа. То есть готовность умереть. Это пригород в себе мы носим. Как только я согласился, что я христианин, я готов умереть Христом. Я же за ним иду. И иду не только на Фавор, но и в Гефсиманский сад. И оттуда иду на Голгофу. Вот эта мёртвость, приговорённость, носение язвы, побои, это я всё принял во Христе. Принимая Христа, я это всё принял. Если принявший Мухаммада, Магомеда, он соблюдает его законы, куда тот шёл, это туда идёт. Он не должен рассуждать. Тот 72 войны провёл за свою жизнь. И только две были оборонительные. И поэтому, если они поступают так, у них оправдание есть. Ну вот это проще. Это я слышу. А у нас оправдание какое? А то не могу, я по толкованию прочитала, не могу объяснить всё. Всё, уже вопрос решённый. Да, я уже поняла, это хорошо. Да, я уже поняла, это хорошо. Вот, уметь держать язык за зубами, приготовиться тебя, когда поносят, хулят. А ты ради Господа претерпи, даже если ты права. У тебя всё по-другому будет. Это, слушай, ещё что, ну вот этот задал к евреям там, ну Володя мне написал и сказал об этом, а я не знаю, как написать ему, это слишком много, а как короче-то написать? Короче-то написать. Нет, ты до дела доводи, не дождёшься. Ну-ка, время. Написать долго. Ты короткий вопрос, давай, выражай быстрее. Время-то идёт. Ну, подожди, сейчас. Подожди, сейчас. А то ролик растянутся, его не дождёшься до конца. Давай. Слушай, непреложные, вот, в двух непреложных вещах, да, 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 да. Что Бог не может солгать. Да. Но ещё тут непонятно. Ну, вот я это сказала, а ещё как дополнительно. А дополнительно-то ничего и не надо, всё понятно, отступись и замолкни, и молись. Только вот это написать, и всё ответит, что Бог не может солгать, и всё, больше ничего не надо. Всё, больше ничего не надо. Говорят, Бог всемогущий. Относительное понятие. Бог есть вещи, которые не может. Он не может отречься от самого себя, написанного в Библии так. Бог не может солгать. В двух непреложных вещах. Господь говорит, один говорит, а это два свидетеля. Я уже не первый раз говорю. И вот это говорение сегодня и в другой день, это как два свидетеля. Вот ещё какое дело. Бог не может солгать. Это непреложное, то есть неизвинительный человек, который не верит этому. Это неопровержимо. Во-первых, Бог, это истина абсолютная. И кроме того, Он сказал по истине. И поэтому Он не может отречься от самого себя. Всё. Так, не может отречься. А ты знаешь, написали, говорит, на мне, вот какой-то священник. А, не священник пишет, а другой. Говорит, вот священнику задали такой вопрос, что он, Бог разве может создать такой камень, который поднять. Я говорю, вы на глупости. Ну, ладно, перестань глупости говорить. Камень. Тебе зачем? Я говорю, ну, а я написала такую, что надо учить народ тогда, чтобы в церковь никто не приходит. Пришли и ушли. Я говорю, так вы учите людей-то. Народ надо учить. Вот один священник был. Он, говорю, как начнёт, каждый день, говорил, службу бьём. И каждый день говорил проповеди. И церковь, народу столько много пришло, что он говорит, надо расширять церковь, надо строить. И давай расширять, строить начал церковь, увеличивать. Вот видите, как, то есть он постоянно учил народ, постоянно говорил. Я сама лично это знаю, ездила к нему, вот так. Ну, 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 я знаю. Написала я это ему. Я говорю, а раз вы не учите народ, то они какие-то камни. Ну, какие глупости? На эти глупости отвечать даже не надо. Бог сотворил мир, всё буквально держит в руках своих, держит. Ну, какое... Говорю, а не за что будут? Я тогда из стихотворения там взяла, что годы летят, что невозможно. Что ты ответишь Творцу, когда придёшь? Что ты скажешь Богу, когда придёшь пред Ним? Предстанешь. Будешь ли ты вспоминать об этих камнях? Непреложность. Непреложность. Так. Бог не может солгать. Бог не может солгать. Конечно. Не может солгать. Не может. Не может. И во-вторых, он это слово уже высказал. Он сказал, он обещал. Бог по своей сущности, он не может солгать. Бог в сущности своей добро. У нас добро от Бога, а он самосущественный в добре. Вот это объяснение у Златоуста очень подробно. Бог не может солгать. Он не может солгать. Не может. Во-первых, по своей сущности он Бог, потому что у него нет, по-русски как если сказать, так нет того участка, который на ложь потянул бы сказать неправду. А во-вторых, он это сказал. Это в двух непреложных вещах. Вот я, допустим, не должен лгать, потому что я христианин. Это у меня от Христа. И во-вторых, я пообещал, что я не солгу. Вот это уже получается из сущности. А дальше закрепляется словом обещания. Уже две вещи. Я пообещал, что не солгун. Да. Да. Я рискал, не наклоняйся. Эхо идет. И что? Ну, эхо у меня идет. Забивает голос. Отступись маленько подальше. Вот так. Я написал. Я пообещал, что не солгун. Ты как христианин. Как христианин. Да. Во-первых, я не могу это сделать, как христианин. Верующий в сына может не грешить по своей сущности. Павел говорит. Это Ян. А во-вторых, я это обещал. Но я по своей сущности-то могу солгать. Поэтому в двух непреложных вещах у меня не получится. Я оба могу нарушить. А Бог, Он не может этого сделать. Потому что Он Бог. А Бог прощает грехи. Бог не прощает за так. Потому что возмездие за грех смерть. Это Божие установление. Это Его сущность. Бог не прощает никогда никому никак. Ничего. Без возмездия, без наказания. А возмездие одно смерть. Люди как-то понять не могут это. Я скажу, и Бог простит. Он не может простить. Он прощает ради Христа. Ради того, что за наши грехи принесена жертва. Агнец Божий взял грех на себя. У православных вообще это понятия никакого нет. Я пойду, батюшке грехи сдам. Там написано уже покривленный сам смысл бытия. Грешат, каются. Не каются, а перечисляют грехи. Покаяния-то нету. Покаяние-то истинное слезное сокрушение. Когда человек сам себе обияв в грудь. Божий, будь милостив ко мне грешному. Я глупо сделала. Видишь, что? Мне нужно лучше вот... Я так не успеваю записать. Вот лучше вот это вот записать и все. Как вот хорошо. Вот. Ну, конечно. Ой, ну надо же так. Я прям... Ну, будь любезенна. Повтори еще раз все. Уже все повторил. Два раза повторил. Даже три раза. Да. Все, потом пересмотришь. Придешь в гости когда-нибудь к нам. Мы тебя расскажем. Так мне надо сейчас писать-то. А что у тебя, Любовь Николаевна-то, никогда не вижу, что... Не живет. Так а что она будет? Если она в Рубцовке живет, сейчас приехала. Да она сейчас здесь живет. Она с девочкой водится и говорит, я не... Но я, говорит, приду, может, как освобожусь. А сейчас она не может идти. Сейчас она не может идти. Ну, ты мне это самое повтори. Ну, ты мне это самое повтори. Я включила. Не буду повторять. Нет, вот эту вторую. Вот эту вторую. Так, другое давай. Это потом прослушаешь обратно и узнаешь. Ну, ладно. Говори. Тогда все. Тогда все. Ну, пока все. Такие, какие вопросы задавали, вот я и все... Так, зря не беспокой тогда. Отошла? Да, с Богом храни Господь тебя. Слава Христу.